Всем привет! Я Михаил Гензелев, и это «Точка принятия». В этом формате мы поднимаем важные для общества вопросы и выслушиваем два диаметрально противоположных мнения от экспертов, чтобы в конце сформировать свою собственную позицию. Что вам приходит на ум, когда вы слышите о современном искусстве? Абстрактная живопись, загадочные перформансы или эпатажные выставки и скандальные акции? А может быть, чувство растерянности и стыда от того, что тебе совершенно непонятно то, что ты только что увидел, но ради приличия нужно изобразить восторг на своем лице, чтобы не прослыть недалеким и примитивным человеком? О противоречивой, многоплановой и подвижной природе современного искусства мы поговорим сегодня с нашими экспертами, которые точно знают, что глубоко, а что переоценено. Нашими проводниками в мир искусства сегодня будут режиссер Талгат Баталов. Здравствуйте. И художник, руководитель проекта «Рисуем вместе» Марина Морозова. В качестве специального гостя у нас всегда присутствует человек без четко сформированного мнения по обсуждаемой теме. И именно ему сегодня предстоит решить, кто из спикеров окажется более убедительным. Давайте поприветствуем актрису Анастасию Голикову. Действующие лица представлены. Мы начинаем. Знаменитый экспрессионист прошлого века Эдвард Мунк однажды сказал про кредо современного художника. «Я пишу не то, что вижу, а то, что видел». В 2022 году мы не всегда можем понять, видел ли художник что-то особенное или только свое желание заработать. Давайте и мы посмотрим. У каждого из наших экспертов будет время на то, чтобы высказаться с определенной точки зрения, после чего оппонент сможет эту точку зрения оспорить. Начнет Талгат. Прошу вас. Ну, я, наверное, прежде всего хочу сказать, что я театральный режиссер, и то, чем я занимаюсь, это всегда современное искусство, поскольку театр, он сегодня родился и завтра умер. И никогда спектакль не может быть таким же, каким он был сегодня. В другой раз это совершенно уже другая история, другое прождение искусства, и вообще это все происходит в другой момент времени. Поэтому мне кажется, что самое главное, когда мы говорим современное или несовременное искусство, мы, опять же, все время в погоне за каким-то скандалом, мы говорим о каких-то вещах, которые не касаются искусства, прежде всего, потому что искусство, оно в любом случае современное. Потому что художник, человек, который живет в сегодняшнем времени, в сегодняшнем моменте, он всегда занимается современным искусством. Потому что исключительно, чем он занят, это исследованием реальности, исследованием того мира, в котором он живет, и теми инструментами, которые его окружают. Мне кажется, что очень часто мы спорим о том, что не является, по сути, предметом спора. Потому что в любом случае искусство всегда современно. Иначе это не искусство. Это музей, это поход к бабушке. И в этом нет ничего интересного. Это всегда современный акт. Акт творчества всегда современен. Потому что он тождественен художнику, который живет в сегодняшнем дне. По-другому быть не может. Потому что нет машины времени, на которую ты можешь сесть, унестись куда-то и вдруг там что-то сделать в прошлом столетии. Ты живешь ровно в этот сегодняшний день, в этом году, в этом времени и работаешь с тем, что ты имеешь. И ты в любом случае современный художник. Даже если там, мы говорим, малый театр, это классическое искусство. Неправда. Они могут себя тешить этим, но это абсолютно современное искусство. Потому что это сегодняшние люди, которые просто, может, отрицают какой-то сегодняшний инструментарий, но тем не менее они делают совершенно современное искусство. Даже, может быть, не отдавая себе в этом отчета. Вот, поэтому я думаю, что здесь предмет спора немножко гораздо сложнее, чем, ну, там, парочка скандалов или еще каких-то вещей, которые нам сложно иногда осмыслить или мы не можем договориться. Тут нужно понять одну простую вещь. Мы всегда создаем современное искусство. Другого варианта у нас просто нет. Современное искусство уже потому современное, что делает современный человек. Я так скажу. Даже более того, я соглашусь с Толгатом. Он правильно в позиции, абсолютно прав. Современное – то, что сегодня современное. Но в современном искусстве есть понятие актуального. И вот в этом есть огромная разница. Не все искусство есть искусством, сегодняшним, современным. Вот смотрите, мне задали вопрос такой. Я сейчас очень популярно правостороннее полушарное рисование. Ну, ты берешь референс, ты рисуешь по нему. И у меня, например, приходят люди, которые, не умея рисовать, говорят, я хочу нарисовать картину. Я говорю, хорошо, ты нарисуешь. У меня есть опыт профессиональный. Есть референс, который выбрал человек. Он рисует по нему картину. Что это? Произведение искусств? Нет. Это может быть арт-объектом, это может быть какой-то практической историей. Но это не будет искусством. Это не может, например, висеть в Лувре или в Эрмитаже. Ну, не может. Ну, потому что это не несет никакой ценности, как произведение искусства. А вот по каким критериям это можно понять? Нельзя обесценивать труд. Я думаю, что даже по самой простой, там, бабушке показать... Поход, который был. Да, да, да. А показать, например, картину, я не знаю, Рембрандта или какой-нибудь там банан, приклеенный скотчем, как арт-объект. Наверное, все-таки эта бабушка скажет, что, ну, да, вот эта картина, над ней старались, над ней трудились. Есть трудозатраты, есть время, есть мастерство. Ну, просто так из соседнего подъезда Вася так не нарисует. А банан может приклеить любой человек. Да, ну, просто дело в том, что вы апеллируете понятиями примерно 17 века. Раньше картины взвешивали, если вы помните, потому что это все было дорого, краски стоили дорого, пигменты стоили дорого. Их взвешивали. О, эта хорошая картина весит много. К счастью, за несколько веков мы от этого избавились, краски подешевели. Мы давно продаем идеи, мы давно продаем неисполнительское искусство, не ремесленное мастерство. Тогда, ну, салонная живопись в переходах. Трудозатраты бывают очень большие на любую картинку в переходе. Тем не менее, банан, приклеенный скотчем, это и есть идея. Во-первых, Маурица назвал ее как? Комедиант. Он пришел на эту выставку довольно коммерческую. Это не какой-то там был большой серьезный вернисаж. Такая коммерческая американская выставка в Майами. Я приклеил этот банан и посмотрел, что будет. Потому что художник по-настоящему на сегодняшний день, это человек, который провоцирует, в том числе, и ту коммерческую ситуацию, о которой вы говорили. Там друг, один, второй. Между прочим, кстати, то, что вы сказали, не является искусством. Если двое решили, что это искусство, это вполне уже искусство. Один сказал, это круто, и вдвоем они это продали. На сегодняшний день это абсолютно есть акт искусства. Потому что зрители есть, покупатели есть, двое решивших, что это искусство есть. На самом деле художник — это человек, который осознает сегодняшнее время и находит адекватный способ выражения этого времени. Это самое главное. Повторите это еще раз, пожалуйста, потому что это, похоже, для меня лично сформулированный какой-то манифест. Художник — это человек, который осознает время, в котором он живет, и находит адекватный способ выражения этого времени. Это может все, что угодно. Видеоарт, заметки в блокноте, банан, приклеенный скотчем. Совершенно не важно абсолютно. Или мишки в сосновом бару, можно вернуться и туда опять же. Слава богу, появление фотографии позволило художникам немножко отдохнуть и перестать рисовать деревья, медведей, соседей и так далее. Фотографы стали делать эту работу за них. Спасибо им большое. Вот на это бы что-нибудь возразить, было бы очень интересно. Я полностью согласна по поводу фотографии. И действительно, появление технических возможностей и доступности фотографии позволило действительно уйти от момента просто реалистичного изображения людей, пейзажа и так далее. Но опять же вернусь, не надо заниматься подменой ценностей и обесценивать людей и художников, которые действительно творцы и создают. И не может каждый человек быть художником. Не может быть. Вам получается просто обидно за тех, кто учился долго? Нет, мне не обидно за тех, кто учился, может быть. Это главный тезис Йозефа Бойса. Каждый человек есть художник. Вы просто почему-то решили каким-то элитарным способом не давать этой возможности людям. А вы учите людей рисовать. Почему? Вы наоборот занимаетесь тем, что говорите, что каждый человек художник. Это же ваш бизнес, правильно? Каждый человек есть художник. Вы... Да, но не каждый не может быть... Это не может быть искусством. Мы не говорим о современном. Почему? Почему? Не может. Подождите, вот ваш учениц, я вчера смотрел Инстаграм, цветы, деревья, что-то мне очень понравилось. Почему? Повесил в галерею искусство. Купили отлично. Искусство. Чем не искусство? Сделано руками. Сделано душой. Человек вложил свои эмоции. Потом это попало в галерею. А кто-то купил за миллион. А потом продали еще за сколько-то. Неважно, сколько это стоило. Совершенно там... Тех же импрессионистов вы сейчас вспоминали. Репин их и в хвост и гриву гонял. Просто говорил, что это ужасные люди, которые обманывают, придумывают. Это все не искусство. Они пытаются реалистическое искусство убить. Ну, господи. Сейчас все договорились. И Репин, и импрессионисты. В соседних залах. А у кого-то дома наверняка на соседних стенах. Да, и еще где-то. Я думаю, что каждый человек художник абсолютно. Свободу самовыражения нельзя ограничивать. Дальше история разберется. Кто там стал великим, кто не стал великим. Это же не в том смысле, что человек там оставляет большой след в истории. Не всегда, да, окей. Но каждый человек художник 100%. Я недавно была на антикварном салоне, например, в том же гостином дворе. И пошла в ту часть, где были выставлены современные художники. Честно, я опустила глаза. Мне не противно было смотреть на то, что там было изображено. Я считаю, что нельзя все выставлять на показ. Это неправильно. Да, отлично разлитая краска на холсте, потом повешенная на стену. И это произведение искусства. Нет. Мы сейчас печатали, например, буквально заготовки текста на принтере. И на одном листе были просто такие колявки, козявки, мазявки, не знаю, что-то. Я также могу поставить это в раму, повесить на стену и сказать, это мессия. Ну да, вполне, вы можете это сказать. Но это неправильно. У вас конфликт связан не с искусством современно или несовременно. У вас конфликт с вашим профессиональным образованием и с тем, что происходит. Но художник же никого не берет вот так за шкирку и говорит, смотри, вот. Вот обесценивание базы – это путь в утопии. Просто утопичный. Потому что сейчас очень модно не получать даже высшее образование. Ну такая есть тенденция. А, походить на курсы. А вот сегодня у меня курсы поучился программиста, завтра художника, завтра живописца. У меня курсы врачей. Врачи, косметологи. И такие люди, они действительно потом получают эти дипломы, они трудятся в этих определенных областях и говорят, что я знаю, как, я профессионал. Но это просто, это полно... Понимаете, это опасно. Опасно попасть к такому косметологу. Опасно попасть к такому стоматологу. Подождите, стоматолог, косметолог и художник – вот это очень разные вещи. Нет-нет-нет, я на самом деле не путаю. Потому что я могу сказать так. Сегодняшнее поколение тех, которые там тиктокеров, блогеров, они очень хорошо съедают вот эту всю историю про современные перформансы, про голых людей, про, я не знаю, про еще какой-нибудь трэш, какой-нибудь устроенный вообще просто... Арт-перформансы тоже разные бывают. Визуальный ряд, то, что мы демонстрируем в арт-перформансе, во-первых, искусстве, в музыке, в клипах музыкальных, на сцене театра, в галерее художественной, мы в ответственности за это. Не все можно принимать как чистую монету. Это подмена ценностей, это нарушение вообще системы мироздания. Друзья, предлагаю сейчас сделать небольшую паузу, завершить первый раунд, вернуться к тезисам и к атакам тезисов друг друга во втором раунде, а сейчас узнать у Анастасии, кто по итогам этой первой интеллигентной очень беседы вам был близок. Я хочу сказать так, что и Талгат, и Марина были, да, мысли, которые мне близки и у Талгата, и у Марины, и также с чем-то мне хочется поспорить и вскричать, что вот здесь кажется, что искусство – это все, а вот здесь, что действительно банан, может быть, что-то поглубже покопаем. Вот, но пока я не готова никому приблизиться, пока мне интересно и эта точка зрения, и другая. Ну, замечательно. Мы вернемся во втором раунде, и, надеюсь, тогда ваши симпатии станут более очевидными. В одном из своих романов Виктор Пелевин написал «Разбираться в современном искусстве, не участвуя в заговоре, нельзя, потому что очки заговорчика нужно надеть уже для того, чтобы это искусство обнаружить». Становится ли наше общество слепым в отношении современного искусства, или просто мало к тому теперь может позволить себе очки? Давайте продолжим нашу дискуссию. Марина, прошу вас. Когда создавалось классическое искусство, как правильно было сказано Талгатом, оно взвешивалось, оно рисовалось на заказ, это было там либо заказчик церковь, либо определенные слои знати, и давалось этому цену. А даже замечательные импрессионисты убирали в бедности нищетей, и их искусство признавалось только после их смерти. На сегодняшний день сторона коммерческая, она как бы чуть-чуть перевесила ценность того, что производится. Поэтому чем дороже, тем это круче. Вот в чем проблема сегодняшнего дня, и в чем мое несогласие с ценностью современного искусства. Что если стоимость высока за тот или иной объект, и неважно, что изображено, будь то просто клякса, точка, я не знаю что, и это имеет цену, значит, это должно быть актуальным, современным, это круто. И неважно, что ты понимаешь вообще, что это, или не понимаешь, или тебе нравится это, или не нравится. Просто потому, что это дорого. Идет подмена ценностей. Нельзя создавать только за деньги. Искусство. Вот вы закончили фразой, с которой наверняка Талгат уже не сможет поспорить. Ну, смотрите, тут как бы можно двумя дорогами пойти. Во-первых, я не могу понять, вы хотите, чтобы художники были голодные? Вроде бы и вы, и я этим занимаемся. Было бы неплохо, чтобы мы не умирали в нищете, как многие художники. Это раз. Это я согласна полностью. Да, во-вторых, мне кажется, все-таки стоимость работы не вина художника совершенно. То есть, если она стоит дорого, это прекрасно. Это вопрос к галеристам, вопрос к финансистам и к людям, кто покупает. И вопрос, опять же, тезис радости обладания объектом искусства. Поэтому, мне кажется, тут очень странно обвинять создавшего что-либо в том, что это слишком дорого, и нет, пожалуйста, ты как перосмане, должен умереть под лестницей, тогда это только настоящий художник. Или там, вернемся к советскому тезису, художник должен быть голодным. Да, конечно, работник партии должен быть сытым, а художник голодным. Я как-то совершенно с этим не согласен. Просто мне кажется, что вы экономика путаете с искусством. Это немножко разные вещи. Художник же обычно не занимается тем, что он это продает. Он создает. А дальше есть арт-рынок, есть менеджеры, есть агенты и так далее, и так далее, и так далее. Если он создал что-то, что на сегодняшний день ударило во все болевые точки и стало стоить каких-то больших денег, прекрасно. Значит, этот художник чувствует не только происходящее с нами сегодня, да, но чувствует рынок. Молодец. Ну, что? Вы не задавались вопросом таким, что, возможно, почувствовав так случайно рынок, художник дальнейший просто становится неким рабом данного, например, агента или менеджера, или галериста, и делает это просто потому, что его просят. Знаете, приходит в голову произведение классика Гоголя «Портрет», когда сначала он не получал ничего, да, рисуя свои, там, не знаю, там, статую, не статую, чего-то рисал, а потом начались заказчики, и он рисовал то, что хотели, да, то, что хотел, как бы, ну, заказчик. И чем это закончилось? Он был несчастен. Он был несчастен, он умер просто. Да, но вы в пример... То есть он становится быть просто рабом. Вы меня в пример переводите в художественное произведение, которое, мне кажется, написано тоже было от голода. Вот. Ну, то есть очень странно анализировать, говоря о... Я возвращаюсь к классике. ...реальных процессах, да, говорить о... Ну, Гоголь прекрасный писатель, могу ответить, классический. На тот момент, кстати, суперсовременный. Я, опять же, ну, Дэмин Хёрст, мне не кажется, рабом. Я подписываю его в Инстаграм, каждый день смотрю. Он абсолютно счастливый человек, вот, машет кистями в разные стороны, совершенно создает мифологию наших сегодняшних дней, создает фантастические вещи, как бы, дорого продается, прекрасно живет. Художник не должен быть дорогим, дорого продаваться, но... Проблема не в том, что... Я против. Нет, я тоже за то, чтобы продавалось дорого, но вопрос, что продается и что показывается. А продается то, что мы покупаем. Художник абсолютно тождественен происходящему вокруг него. Поэтому, если общество готово на кляксу, готово на банан, готово, пожалуйста, вот, хорошо, окей. Мы говорим о сегодняшнем дне. Говорим о том, что отношение сегодняшнего дня к современному искусству. И сегодня, когда в мире такая просто неурядица, ты понимаешь, что искусство, искусство, оно отражает действительность сегодняшнего дня. И художники действительно изображают то, через призму себя, через призму собственного видения, показывают тот или иной мир. Как когда-то там Пикассо, будучи представителем кубизма, и именно с ним ассоциируется кубизм, и формы геометрические стали как видением мира. Но сегодняшний день, когда... Я считаю, что мы дошли до той точки, когда надо чуть-чуть иметь все-таки ответственность за то, что мы производим. Нельзя все продавать, даже если это все покупается. Нельзя обесценивать годы действительно там академической живописи, академического рисунка, школы. Потому что тому современному художнику, который действительно может быть сейчас очень высокооплачиваем в продаваемых картинах каких-то там, я не знаю, сочетаний цветов, и клякс, ну дай ему карандаш и нарисуй, скажи, нарисуй мне вот это или вот это, он не может это сделать, потому что он не умеет. Потому что он только в одной области. Вот только так. Это то же самое, что сейчас происходит в сфере, действительно, я вернусь к тому раунду образования курсов, когда косметологами становятся просто бухгалтеры, а стоматологами – прихмахеры. Они умеют определенную только вещь делать, и все. Коснись какой-то глубины, мы в ответственности за пациента, за своего клиента. Художник находится в поиске создания нового, в отличие от стоматолога, косметолога, вообще к вам не прикасается, и вообще к вам не лезет. Он что-то нарисовал, повесил, хочешь смотри, хочешь не смотри, хочешь плати, хочешь не плати. Вот мне кажется, разница все-таки есть. То есть вы говорите о том, что есть выбор? Конечно. Да, всегда. Давайте как раз перейдем к тезису Талгата. Мой главный тезис, и мы долго говорим, как раз ходя вокруг да около, чтобы понимать искусство, особенно современное искусство, нужно находиться в контексте. Контекст – это изучение художника, изучение его биографии, изучение истории искусства. Нельзя прийти на высоту современного искусства, увидеть что-то и сказать, ну, так нарисует там, ну, понятно, это же старая телега, нарисует мой сын, моя дочь. Да, окей, это очень распространенное обывательское мнение. Но современный художник, что-то создавая вообще художник, он всегда, он изучает очень большое поле художественное. Никогда просто так ничего не делает, если это настоящий художник. Если он не настоящий художник, и его как бы время сотрет, и мы не вспомним, кто это. И мне кажется, самое важное, что мы не даем себе труда узнавать, труда любопытствовать, изучать искусство, изучать, почему черный квадрат, почему ротка, почему это, почему вот эта мазня стоит так дорого, условно. И мне кажется, это самая важная вещь, чем сегодня человек мало обременен. Изучение и глубокое изучение какого-то предмета. Потому что искусство, это не какая-то фитюлька, которая лежит на краю стола, и так ее легко можно смахнуть. Нет. Это сложная, большая вещь, над которой трудилось огромное количество людей, положили жизни, умерли под лестницами, в бедности, кто-то в страшном богатстве, неважно вообще. Но потрудиться себе, что-то узнать о том, что ты смотришь, или на что ты идешь, это тоже очень важная вещь. Люди дают себе очень мало труда, и когда видят что-то, что им непонятно, это непонятно, вызывает, естественно, агрессию, конфликт, и дальше что-то там, условно, не имеющее к искусству никакого отношения. Тут трудно поспорить, сейчас будет. Я предполагаю, даже с вашей позицией, но если можно что-то добавить, или где-то возразить. В позиции Талгата я абсолютно соглашусь в том, что необходимо изучать. Все-таки для того, чтобы понимать современное искусство, сначала нужно понять вообще, как вообще искусство создавалось, и от чего оно шло полностью исторически. Ну, логично. Но есть момент, то, что сейчас подмена именно актуального, то, что, которое не цензурное, то, что полностью выходит из рамок вообще всего, вообще, ну, возможно... Ну, это страшное слово произносить, цензура. Почему? Цензура брака искусства вообще, первый и главный. Рисуй для себя, рисуй, вешай в себя дома, в гостиной, дари. Почему? Вот я хочу понять, почему. Вы против Йосифа Бойса, против... Я не против него. Вы так смахиваете пласт просто истории искусства, когда... Я не против него. Я не против него. Я против того, что обесценивается, потому что эти люди не могут нарисовать... Верасмане. Вот что с ним делать? Ну, что с ним делать? Куда его делать? По огромному списку можем пойти. Ну, хорошо, давайте на примере. Нет, просто вы говорите, куда убрать себя? Не учился, базы не было. Хорошо, я их никуда не удиваю, но просто есть все равно понятие объективности и субъективности. Ну, объективно... Верасмане великий художник. Великий, великий. Вот. Что делать? Ничего не делать. Судя по тому, что вы до этого говорили, он нам не подходит. Ну, потому что не учился, базы нету. Ну, я же не говорю про всех. Я поэтому и не употребляю сейчас имен, потому что иначе сейчас может быть очень большой спор. Это будет ворс бесконечный, наша тема. Ну, тогда хотелось бы хоть один пример. Вы какую-то великую проблему описываете, но не говорите, из чего она состоит. Хотелось бы тогда составные части. Кто эти ужасные люди, которые не несут ту самую ответственность, о которой вы говорите? Которую мы должны нести. Это то, какого вы на выставке смотрели и глаза не могли поднять. Да. Кто это? Ну, я не буду говорить, потому что любое упоминание сегодняшних имен, это будет камень в мою, как бы, в меня. А я и выступаю здесь не как критик. Давайте завершим второй раунд. В третьем я вам задам несколько вопросов, а сейчас услышим от Анастасии мнение о только что услышанном и увиденном, кто вам ближе по итогам второго раунда. С одной стороны, я согласна, что, да, нужна, наверное, какая-то база, ну, действительно. А с другой стороны, есть такой мультик «Рататуй», и там говорится, что готовить может каждый. И... А у крысы не может быть базы. Но он создал что-то великолепное, и в этом есть искусство. Вот, поэтому мне кажется, что художником может быть каждый. Но какой-то подход более глубокий, может быть, какой-то душевный или безответственный, он важен. И мне кажется, важно то намерение, с каким человек создает какое-то произведение искусства, что угодно. И также важно намерение, с каким я иду и смотрю на это, что я хочу от этого получить. или как в меня это попадает или не попадает. Важно, чтобы мы чуть-чуть были открыты этому миру. Я правильно понимаю, что Талгат был таким образом ближе? Наверное, да. Пусть будет так. Хорошо, пусть будет так. Спасибо большое. Мы продолжим прямо сейчас. Итак, эксперты высказали свои точки зрения, оспорили точку зрения своего визави. У меня тоже накопились к вам вопросы. Несколько возникло прямо во время ваших жарких дебатов. Вот, в общем, вы оба согласились с утверждением Талгата о том, что неплохо было бы зрителю, посетителю музея, ну, как-то знать о, прости господи, интерконтекстуальности вообще происходящего, об истории искусства. Но, по идее, в чистом виде это должно работать следующим образом. Я пришел, купил билет, это немаловажно, увидел картину, и если она мне нравится, то какая мне разница, кому наследовал художник вот в этом конкретном произведении, кого цитируете вы из своих предшественников. Разве это не должно так работать? То есть мне либо интересно, либо мне неинтересно. Это либо затрагивает мою душу, либо не затрагивает. Во-первых, есть прекрасный рецепт. Если я пришел на выставку современного искусства, мне незнакомого, потому что там в Третьяковской галерее я ходил в школе, там в детстве, ну это я видел, современное искусство. Я даю себе обещание два часа не беситься, не раздражаться, а просто два часа воспринимать. Вот-вот-вот, вы требуете от зрителя, от, прости господи, потребителя искусства какого-то обещания, какого-то усилия. Художник человек требовательный, да, конечно. И мы требуем труда, потому что, как я все-таки больше могу говорить о театре, но тем не менее понятно, что это все очень давно уже вещи, которые соприкасаются, и понятия, и искусство давно уже превратилось в такой гипертекст. Конечно, мы требуем знаний, но если, тем не менее, человек совершенно неподготовленный пришел, он все равно может получить впечатление. Если он не пришел с изначально какими-то уже установками, что я иду на что-то, что, конечно, меня будет раздражать и бесить. Художнику же, по сути, ему все равно, потому что он делает то, что его волнует, и он это показывает, поскольку какие-то люди захотят это увидеть, кто-то не захочет, неважно. В галерее он это поставил, говорит, пожалуйста, смотрите. Поэтому тут вопрос, насколько можно это глубже воспринять, и интереснее. Поэтому... Безусловно, это какая-то уже доп-функция, естественно, если я в этом прочитаю еще много-много контекста и каких-то отправных точек из других произведений искусства, из книг, из музыкальных произведений, это да. Но по сути, ведь у меня должно зажечься, должна искра просто от того, что началась овертюра, просто потому, что я замер у этого пейзажа. Мне кажется, просто от энергии артиста. Мне кажется, я вот стоял вот так перед Герникой и, зная или не зная что-либо, это производит колоссальное обескураживающее впечатление. Вот, поэтому это произведение современного искусства. Я могу узнать, что это не бомбардировки ужасающие, а просто это... Мюнхена, да. Очень, очень само по себе сильное произведение искусства. Вот. И та самая история, что художник уже все сказал, и он больше ничего рассказывает, что это вот... Тем не менее, мне кажется, это еще потому, что мы сейчас много об этом знаем, потому что там смешные ложки какие-то в углу лежат, еще какие-то кривые лица. По сути, сейчас мы об этом... У нас очень много информации об этом. Я думаю, что это раздражало и бесило, и... Современникам, да? ...было много недовольных, конечно, да. Как и в какие-то намного более простые вещи. Марин, вот и Талгат об этом сказал, и я это услышал, ну и вы это произнесли, что у вас есть некая не то чтобы обида за то, что люди ни во что не ставят семилетнее, у кого-то пятилетнее обучение тому или иному виду искусства, да? Вот вы говорили, вот скажи ему, возьми, нарисуй не кляксу, а почему он должен рисовать не клякса, если он клякса отлично рисует? Зачем рисовать что-то другое? И всем нравится? Я считаю, что базовое образование, оно необходимо для того, чтобы быть свободным в том, что ты делаешь. Ты владеешь, ты имеешь возможность делать все. Вот для меня, например, у меня нет вопроса, чем мне рисовать. Это мне все равно. Вы ему скажете, сейчас вот давай нарисуй нас. Скажу, ну хорошо, ладно, окей, я вас нарисую тоже. Ну то есть у меня есть свобода действия. У меня нет зашоренности или узкого направления в том или ином стиле. У меня нет какого-то определенного вот только так и по-другому никак. А по-другому надо изучить, это потребуется время. Опять же, значит, что добавляется образование. И ты видишь, ты приходишь, когда видишь какие-то работы и понимаешь прекрасно, что за этим стоит, ну человек умеет не только так. Да, это круто, что он видит по-новому, но у него есть школа, он крутой. А смотришь, какой-то... Ну а что это добавляет мне как зрителю? Вам как знатоку, безусловно, наверное. Как зрителю, как покупателю? Ну умеет он по-другому, пускай умеет, а мне нравится вот так вот. Да ради бога, просто не надо называть это прям, что это прям суперискусство. Давайте какое-то разграничение, наверное, придумаем, что это, окей, это выставка, не знаю, арт-объектов, некая там интерьерной живописи. Про деньги хочется поговорить, потому что мы много говорили сегодня про искусство и деньги, портит ли оно его, и как они вообще взаимодействуют. Но мне кажется, что когда богатый человек покупает что-то за сотни миллионов долларов, за десятки, сотни миллионов долларов, но обычно эти богатые люди не самые глупые в мире, раз они сумели заработать такие деньги, которые могут потратить на современное или актуальное искусство, почему тогда это все равно является какой-то спорной для нас, для обывателей историей? Потратит вот эти вот такие огромные деньги вот на эту кляксу, как вы говорите. И как это в дальнейшем воспитывает других художников? Они понимают, что можно сделать вот с маленький ноготочек какую-то штучку и получить за это огромные деньги? Я не знаю, я понимаю, что это разрушится. Не может это существовать. Это не про искусство. Ну да, во-первых, мне кажется, то, о чем вы говорите, было бы легко, если бы так легко повторялось, понимаете? Это же не повторяется. В том-то и дело, что это всегда уникальная вещь. Я хотел бы там вернуться, например, ну, потому что про деньги это максимально неинтересно, потому что арт-рынок это очень сложный механизм, где художнику иногда достается вообще не такое уж большое количество этих денег. Но, например, там у меня есть любимый современный художник Олаф Релисон, который например сделал такую вещь. Он понял, что все доклады о глобальном потеплении совершенно не достигают человеческого сердца, потому что эти полтора процента таяния льдов там за столько-то времени человек никак не воспринимает. И он поехал в Гренландию, выловил 24 куска реально льда, который тает в Гренландии, привез их перед галереей Тейт Моден и поставил. И люди в течение какого-то определенного периода времени, там двух недель, трех недель, видели, как тают льды. То есть дети их трогали, там они играли, играли, а потом они пришли и увидели, что это лужи, и льда больше нет. То есть, насколько средства выражения современного художника могут быть мощными, и насколько они могут говорить о сегодняшних проблемах вот таким образом. Мне кажется, это очень важно. Да, Олафа Релисон стоит очень дорого, и его проекты дорогие, потому что на самом деле привезти 24 куска льда настоящих не в холодильнике заморозить, это именно тот лед, и ты видишь... Чтобы про другое говорить чуть-чуть, это очень хороший пример, как творчество помогает в борьбе там экологических проблем. Это не про деньги. Вот у меня был важный вопрос как раз на эту тему, вот как отличить акт действительно творческий от акта, сейчас не про Глыбальда, от акта просто какого-то вандализма, который тоже иногда выдаются за произведение искусства. Полиция разберется. Ну, полиция там зачастую разбирается не в ту сторону, вот вам, как людям, знающим, понимающим искусство. Ну, я бы вернулась к моральным ценностям. Все-таки, чего можно, а чего нельзя. Ну, как бы, есть все-таки внутреннее, это как раз к вопросу души и внутреннего состояния человека. Это вообще момент такой серьезный, ну, как бы, есть же те, которые там, да, вышел голым на улицу, пошел там, я не знаю, или там что-то там прибил себе на Красную площадь. Да, прибил себе на Красную площадь. Бенский акционизм здесь, вышли голые, да. Ну, то есть это же, это что? Это нормально? Нет, это не нормально. Ну, как бы, я считаю, что это вопрос, не буду тут слово говорить, это вопрос морали. Опять же, очень сложно, да. Великий Густав Курбе был бандитом, хулиганом, не раз привлекался и нарисовал рождение мира. Да, сегодня это картина, которая, в смысле, ну, современная, классическая картина, все, мы прекрасно понимаем, там, помним эту картину, это женская промежность, две расставленные ноги, но мы все родились оттуда, и, собственно, Густав Курбе был бандитом, хулиганом. А сегодня это классик, который в каждой книжке, поэтому тут вопрос очень сложный. Художник всегда провоцирует действительность, провоцирует реальность, провоцирует окружающих. Такова, ну, может быть, его природа, и это очень сложно говорить, прав он сегодня или нет. А вот есть какие-то... Я вот, кстати, в момент, не всегда не согласна я по поводу провокации. А почему нельзя просто художнику изображать действительность, даже, может быть, где-то ее приукрашая, где-то ее усовершенствуя, где-то ее более идеализируя, где-то более делая мир прекрасным? Зачем обязательно сразу раз и там, я не знаю, промежность? Или что-то такое просто треш? А что в ней? Что в ней? Ничего не шоу нету, да. Но все равно, как бы, давайте, ну, не обязательно же все время... Для этого есть декоративное искусство. Упомянутый Гоя, вот там гораздо больше в капричество, да, отвратительного, там, у босха, чем в картине. Почему сегодняшнее современное искусство, например, нельзя идти по, наоборот, более, там, даже мы руками тот же, и то более, какая-то хотя бы позитивная история. Ну, более как-то... Наверное, потому что много всего происходит непозитивного, и художники не могут это через себя не пропускать. Нет? Я сам пропускаю вопрос. А знаете как, где внимание, там и энергия. Как, 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 как? Где внимание, там и энергия. согласились. У меня просто всегда, когда большой такой вот лозунг, мне сложно, даже из трех слов. Ну, вы знаете, я могу сказать, что искусство, это всегда зеркало своего времени. Поэтому, если мы, нам кажется, что художники делают какую-то чудовищную хрень, нам так кажется, надо посмотреть, чем мы занимаемся, в принципе, в своей жизни. Поэтому художник всегда, очень остро чувствует происходящее. Вот и все. Художник всегда зеркало. За зеркало, да. Но я за то, чтобы этим зеркалом быть все-таки. Мы же творцы, коль такими себя называем. Но мы же можем и направление, это вектор тоже брать на свет, а не на тьму. Художник чуть сложнее, чем черное, белое, позитив и негатив. Он, он как бы, это весь спектр. Друзья, очень интересный разговор. Время у Анастасии узнать, кто был ближе по результатам трех раундов. Все-таки, чья позиция вам ближе? Сложно. Правда, сложно. Потому что я и здесь, и здесь у меня есть точки соприкосновения, и здесь, и здесь меня трогает и возмущает. Вот. А можно вот так сделать? Можно мы вот как-то быстро подведем здесь итог, и здесь итог? чтобы это сделали Талгат и Марина, кстати? Ну да, чтобы они как-то суммировали все, что сказали, и высказали какую-то свою позицию. Мне кажется, так все. Хорошо, ну давайте так, давайте попробуем все-таки. Ну, первое, мы в ответственности за то, что мы создаем, а база обязательно должна быть семь лет, пять лет, я не знаю, год или три, но она должна быть у квалифицированных людей, которые дают тебе это понимание того или иного знаний. Это раз. А не все искусство вообще должно продаваться и продаваться за деньги и не за деньги. Тут очень это. И самое главное, это там я за то, чтобы, где твоя действительно внимание, там твоя энергия. Поэтому создавай больше прекрасного и чудесного, не уходи в какую-то мне понравилась очень мысль про внимание. Вот, я закончу. Если коротко, Талгат скажет, никаких правил нет и быть не может. Нет, почему, я так не скажу. Ну, во-первых, первый художник, наверное, который рисовал на стене пещеры, он нигде не учился, у него не было педагога. Бесспорно. Да. Кажется, художник в любом случае. Дальше история разберется, насколько этот художник будет важен обществу или общество будет ли к нему внимательнее. Но я бы никогда не взял на себя право вообще кого-то ограничивать в самовыражении, творчестве. Тогда бы мы не имели наивную живопись, не имели огромное количество великих наивных художников, которые нигде не учились, учились, жили в деревне, допустим, и не получили бы огромное количество мыслителей. Поэтому мне все-таки кажется, что если мы говорили сегодня, возвращаясь к предмету современное искусство или несовременное искусство, я все-таки говорю о том, что искусство в любом случае современное, потому что создавая его сегодня, будучи современным человеком, ты не можешь создавать искусство прошлого, потому что это уже само по себе звучит как оксюмарон абсолютный. И художник это человек, который выражает сегодняшнюю действительность и пытается найти адекватный сегодняшнему зрителю, сегодняшнему человеку, который тоже хочет что-то увидеть, что человек создает, адекватный этому инструментарий. Вот. Замечательно. Анастасия? После этих резюме? Я скажу так, что я абсолютно про энергию, но, как сказал Петр Номыч Фоменко, правильно? Да. Интересно? Нет. Поэтому я за безответственность и свободу. Спасибо большое. Вас назвали безответственным, но свободным. Я вроде ничего не потерял. Спасибо большое за очень интересный разговор. Сегодня под современным искусством в искусствоведении подразумевается все, что создавалось в период 70-го года по наши дни. Однако не стоит забывать, что когда-то Караваджи или Рембрандт тоже были современными художниками и шокировали зрители не меньше, чем сегодняшние перформеры и их скандальные инсталляции. Всемирно известный Эрмитаж изначально задумывался как музей современного искусства, а не классического. А значит, точный ответ на вопрос, что будет с современным искусством, сможет дать только время. Это была точка принятия. До скорой встречи. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...